Здравствуйте, друзья! Это программа «Почему?» на Тутта ТВ. Программа, которую мы делаем совместно с клиническим госпиталем Лапина. Каждую неделю мы прорабатываем огромное количество ваших «Почему?» и выбираем самый актуальный вопрос. Сегодня хотим поговорить о том, куда девается либидо после родов. На этот вопрос нам ответит врач-акушер-гинеколог отделения реабилитации клинического госпиталя Лапина Станислава Кузина. Здравствуйте, Станислава Валерьевна! Здравствуйте, Тутта! Вопрос недели. Почему пропадает либидо после родов? Если говорить о либидо, а либидо – это влечение, то это происходит из-за того, что в послеродовом периоде меняется гормональный статус. Чтобы малыша было чем кормить, вырабатывается гормон пролактин, который обеспечивает как раз-таки лактацию. Но за счет его выделения снижаются эстрогены, которые как раз-таки отвечают за процесс возбуждения. Именно из-за этой причины происходит снижение либидо. Но во многом, если говорить более обширно, то даже не то, чтобы лечение снижается, а снижается чувствительность во время близости в послеродовом периоде. Поэтому эта тема очень обширная, очень интересная и затрагивает много аспектов. Во-первых, это усталая женщина, которую она испытывает. У нее меняется доминанта, появляется в ее жизни малыш, которому она дарит вся себя, и муж уходит немножко на второй план. Конечно, это мама обычно молодая все это понимает, пытается исправить, но во многом не может ничего с этим поделать. Плюс у молодой мамы появляется куча страхов. Как будет первый раз? Насколько произошли изменения в ее организме после родов? Страхи, что будет больно, что стало широким влагалище, что муж почувствует разницу, что ему не понравится. Боится, что у нее изменился общий вид, что не восстановился до конца кожа на животе, провисает живот, что грудь поменяла свой внешний вид. И все это, конечно, накладывает отпечаток, потому что женская чувствительность, женский оргазм – это наша голова. Поэтому нужно уметь это все отключить. Почему не у всех женщин пропадает либидо? Потому что есть женщины более подготовленные, у которых мужья не настраивают их всю беременность на то, что с ней что-то произойдет в послеродовом периоде, женщина начинает сама уже бояться. Есть женщины, у которых есть, кто им помогает в послеродовом периоде, родственники, няне. Она меньше выматывается, меньше устает. И отдельную, конечно, касту занимают женщины, у которых произошли какие-то оперативные вмешательства в послеродовом периоде, особенно в области промежности – это разрез промежности, разрывы промежности, что, к счастью, сейчас встречается очень редко. И тогда возникает вот этот страх, что будет больно, что разойдутся швы. И первая близость, она вообще часто бывает неприятной. И дальнейшие близости вызывают исключительно страх, и женщина пытается их отодвинуть всячески в этот момент. Почему нужна помощь врача? Есть действительно состояние, например, изменение тканей промежности, с которыми она справиться не может. Это может ей помочь в этом только врач, и даже не сам врач, а сколько методики в умелых руках врача. Чем может столкнуться женщина? Что после родов, и это даже не зависит ни от врача, который, допустим, ушивал промежность, как бы он ювелирно ее не зашил, есть генетические предрасположенности к тому, что рубец может сформироваться достаточно грубым, толстым. И действительно при близости будет вызывать травмирование рубца и даже трещины, которые могут даже сопровождаться иногда профузными кровотечениями довольно-таки интенсивными. Не нужно тянуть, чем быстрее женщина после первой близости, как только якушер-гинеколог разрешит этим воспользоваться, да, обрести радость опять большого секса, вернуться, обратиться к врачу, тем лучше, потому что есть окно реабилитации, и врач постарается назначить физиотерапию, которая размягчает рубец, делает его более эластичным, безболезненным. Например, ультразвуковая терапия с различными препаратами. Еще есть одна важная проблема, которая мешает женщине наслаждаться первыми минутами близости – это сухость, которая развивается практически у всех кормящих мам, потому что из-за того же гормона пролактина. Сейчас тоже существуют современные методики, которые позволяют уменьшить, даже не просто уменьшить, а именно избавить пациентку от этой проблемы. По-научному это называется волевагинальная атрофия, и у всех на фоне лактационной минореи, на фоне лактации она практически настигает, наверное, 90% женщин. Проявляется сухостью, ощущением, что не хватает смазки во время близости. Иногда чувство трения может доставлять такой сильный дискомфорт, что потом действительно ощущение прям жжения, боли, прямочи, спускания даже могут появляться. Тоже соднение, трещинки. Есть специальные аппараты, которые лазерные, которые помогают восстановиться. Наносятся повреждения микро на слизистую, и клеточки организма приходят восстанавливать это повреждение, замещая с собой все здоровым эпителием. В результате слизистая становится толстая, влажная, с большим количеством гликогена, которая является питательной средой для полезных молочных бактерий, которая создает хорошую, здоровую микрофлору во влагалище женщины. Если женщина не имеет возможности провести эту процедуру, то в первой, в дальнейшую близости лучше использовать любриканты. В народе смазка. Потому что она действительно увеличивает влажность, и, к сожалению, просто симптоматическое лечение, то есть действительно качество слизистой никак не изменится, пока женщина не закончит кормление грудью, и не восстановится правильный гормональный баланс, оптимальный для сексуальных отношений. Спасибо, доктор. Мы желаем вам, чтобы у вас ничего никуда не пропадало. Ну, может быть, кроме лишних килограммов. Задавайте свои многочисленные «почему» прямо здесь, прямо сейчас, под этим видео. Мы будем искать ответы на все ваши вопросы. Меня зовут Тутта Ларсен. Почаще обнимайте своих детей. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!